Доброе утро, уважаемые телезрители! Меня зовут Надежда Калинина. Сегодня среда, 7 февраля. Этим ранним утром я хочу предложить вам поближе познакомиться с приходской жизнью храмов провинции и глубинки. И, может быть, глядя на инициативу, которую проявляют прихожане этих храмов, вы подчеркнете для себя новое. Возможно, их идеи и начинания вдохновят вас сделать что-то подобное в рамках своей общины. Что ж, не буду вас долго томить, впереди рубрика «Свидетельство веры». С 1994 года в Ростовской епархии начинает действовать храм святого Георгия Победоносца. Под настоятельством отца Владимира приход живет насыщенной интересной жизнью. Свято-Георгиевское православное сестричество, воскресная школа, молодежный клуб «Воскресенье», группа анонимных алкоголиков «Источник», курсы катехизации для взрослых – вот лишь некоторые инициативы прихода. О самом храме нам расскажут его юные прихожане и их друзья. Душа человека по природе христианка, и она ищет место, чтобы помолиться Богу. Дорога к храму у каждого своя, и Господь не оставляет нас своей любовью и благодатью. Волею Божьей чудеса постоянно совершаются в нашей жизни, но часто остаются нами незамеченными. Наш рассказ именно об этом. В этот софиси в неприметный летний день в городском парке гуляла ватага-подростка. Вы слышите, откуда я живу? Да, вам откуда? Я знаю. Это храм Георги Победоносца. Я хожу туда со своей семьей. Ты ходишь в храм? Тогда бы не подумала. А тебе там не скучно? Вон столько людей, целая толпа. А еще бабушки ругающие. Нет, мне там не скучно. Там очень нигде. Интересно. А если бабушки поругают, то после предчастия обязательно чем-то пустому не скажут. И священник у него все? Он такой необычный. И даже серьезно своей необычной одеждой. Священник у нас очень добрый. И он говорит, что церковь – это корабль спасения. Ты сказал какое-то странное слово, только не знаю, что он означает. Причастие, что ли? А это что? Это танец. Это очень трудно объяснить. Давайте зайдем в храм. Мы же никуда не торопимся. Нет. Земля в молитве пробуждалась. Он такой маленький, как игрушечный. И, наверное, он уютный. Моя бабушка стал свечей какого-то пантелеина. Да, действительно. Есть такая икона в нашем храме. Вот она. Эта икона особенная. Наша художница написала ее по сохранившимся с древних времен советскому описанию. Поэтому изображение нашего святого пантелеина может отличаться от тех, что вы видите в других храмах. Этому святому молится о даровании здравия в случае душевной или телесной болезни у кого-то из близких. Он изображен с ложечкой, как будто дает лекарство. А он так красивый иконный, Соня. А ли чья? Это образ от цельской Божьей Матери. Их всего два. Один образ находится в Новочеркасске, а второй в нашем храме. Соня, а что это за дедушка с хлебушком? А эта икона совсем новая. Изображен на ней святой Павел Таганрогский. Могила этого святого и его мощи находится в Таганроге. А в нашем храме ему посвящен целый предел. Здесь в нашем храме очень редкая икона. Святому моченку Апуа. Ему молятся об умерших без покаяния и некрещеных. Покаяние – это таинство, в котором человек очищает свою душу от грехов. Соня, а что это за садик на моем коне? А это святой великомунечник Георгий Победоносец. Это очень старинная икона Георгия Победоносца. Она тоже чудотворная. Написана она прямо на горе дерева. А, я понял. В честь его назван храм. Да. А еще, ребята, наш храм строили казаки в станице Георгиевской. И освящен он в честь святого Георгиев Победоносца, который и является защитником и покровителем. Храм – это целый мир. Только он другой, к которому мы не привыкли. Соня, откуда ты так много смотришь? А я пошел в воскресную школу. Там нам о многом рассказывают. В этом классе вы занимаетесь. Покажите. Так, в школе занимаетесь и здесь занимаетесь. Слушайте, а вам не скучно, а? Вообще, в воскресной школе очень интересно. В нашей воскресной школе замечательные учителя. Они вместе с нами и в поездках по святым местам, и на праздниках. В нашем храме очень любят детей. Его часто называют детским храмом. А как записаться в воскресную школу? Надо взять благословение у настоятеля храма. Приходите в воскресенье утром на службу, и мы вместе подойдем к батюшке. Звучит песня. Святому Богу и Творцу. С молитвой стелятся туманы Навстречу утренней заре. И слава славя от Бога непрестанно В садах и рощах чудо соловьи Земля в молитве утопала Блага ухала и цвела И с сожалением вздыхала За все человечество она Цветы и травы луговые С надеждой на небо Глядят И плачут кедры Да, дети могут рассказать о храме так, как порой не скажут их родители. И вообще, когда девочки и мальчики Не отдалены от взрослых, А являются полноценной частью прихода Это здорово Они и молятся вместе со всеми И добрые дела совершают А следующее видео нам в рамках проекта Союзники прислала Виктория Петрова Из поселка Кузнечное Вот что она рассказывает У нас приход маленький Большинство жителей поселка Кузнечное В храме бывают в основном по большим праздникам Кто-то болеет, кто-то работает в выходные А кто-то стесняется и ленится Жаль, конечно, что даже родители Некоторых воспитанников воскресной школы Не знают, чем их дети занимаются на занятиях Не поддерживают своих детей Однако, знаю точно Многие с удовольствием смотрят ТВ-союз Может быть, таким путем донести до людей Весть о том, чем живет наш приход Как важно, чтобы родители Помимо кружков и секций Поддерживали в детях стремление Быть, стать христианином В январе учащиеся воскресной школы Прихода храма святого великомучника Георгия Пепдоносца В поселке Кузнечное Посетили сестринское отделение Кузнечнинской больницы В каникулы с утра пораньше Юные прихожане порадовали пациентов Своим вниманием Давайте посмотрим, как это было И звездою озарился Реплиентский двор и сад И подумал с фиксиру Поглядев младенцем к ласке Он пришел к доброму и вере С страданием и лаской А щеночек лежа в боку Поглядев из конуры Поглядев из конуры Поглядев из востока Поглядев из конуры Поглядев из конуры Славон, увлекайтесь, всему миру радостный нет. Очень радостно, что такие активные прихожане есть в совершенно разных уголках нашей страны. И если качество видео в эти 15 минут немного прихрамывало, то зато сердечность, доброта и открытость героев видеосюжетов была на твердую пятерку. Только такие оценки я желаю получать юным прихожанам храмов в Ростове-на-Дону и в поселке Кузнечное. А всем нашим телезрителям я напомню, для того, чтобы присоединиться к проекту «Союзники», нужно прислать на номер 8-919-364-40-55 свои видеозаписи, рассказывающие об интересных приходских или семейных событиях, об уникальных природных явлениях, паломнических поездках, святынях и о многом другом. Сделать это можно через мессенджеры, другими словами программы для общения – WhatsApp, Viber, Telegram. Также можно использовать программу Skype, где не составит труда найти пользователя телеканал «Союз». Кроме того, пользователи Инстаграма могут делиться с нами своими видеозарисовками и снимками. Для этого нужно отправить их в Директ пользователю с ником «Ченнелсоюз». Помимо видеоматериала, это может быть фоторепортаж или даже одна единственная фотография с четким пояснением о том, где, кем, когда она была снята и по какому поводу. Также есть возможность отправить нам фото или видеорассказ в социальной сети ВКонтакте. На страничке нашего телеканала в обсуждениях есть тема «Союзники». Там вы и можете опубликовать ваше сообщение. На этом у меня все, уважаемые телезрители. Мы с вами увидимся в начале следующего часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин